Всем-всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем выпуске я покажу вам новый скин на Хранителя, который будет доступен начиная с октября месяца, причем не просто на скриншотах, а в самом Clash of Clans. Но прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить вас за 1400 лайков, которые вы оставили под прошлым роликом. Огромное спасибо, давайте в этом видео соберем 1500 лайков, это будет самой важной благодарностью для меня за работ над контентом. Также не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, где публикуются новости из мира Clash of Clans и Brown Stars и мой Инстаграм, где всегда есть свежие фоточки и можно поучаствовать в розыгрыше. Ну а теперь усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! И начать, пожалуй, стоит вот с таких стоп-кадров, которые я сделала на записи трансляции с официального канала Clash of Clans в Ютубе. Буквально несколько часов назад там закончился стрим, где были показаны атаки с мирового чемпионата. И как это часто бывает, именно там удается увидеть новый скин. Так вышло и в этот раз, во многих атаках фигурировал новый скин на Хранителе. Однако я не стала бы делать видео из-за такой уже, казалось бы, привычной ситуации, если вы не одно но. Мне написал мой подписчик Сергей Крючков, за что ему сразу огромное спасибо и прислал вот такой интересный скриншот. Откуда у него новый скин? Это не приватный сервер. Вот так клана, там практически у всех он есть. Меня очень заинтересовала эта запись, и я решила проверить, действительно ли это так, и я просто не поверила своим глазам. Ну что, давайте разбираться вместе. И для начала, я думаю, нам стоит освежить в памяти, какие вообще есть скины на Хранителя и на других героев Clash of Clans на текущий момент. Потому что, возможно, кто-то, кто будет смотреть этот ролик, давно не играл в Clash и подумает, что этот скин уже был. Или, может быть, решит, что это какой-то дополнительный скин, так что давайте все проверим. На моем аккаунте есть абсолютно все скины, которые были в золотых пропусках Clash of Clans с момента его введения. А это было, между прочим, в апреле 2019 года. Как вы видите, есть все скины на Квину, на Короля и на Хранителя. На Хранителя на текущий момент 5 скинов. Окей, запомним эту информацию и будем держать ее в голове. Теперь мы посмотрим на один интересный клан, который как раз и прислал Сергей. А вернее, нас будет интересовать не сам клан, а те игроки, которые там находятся. Я уже добавила этот клан в закладки и давайте взглянем немножечко на него, потому что клан на самом деле и сам интересный. У него 10 уровень, но при этом он никогда не играл в клановых воинах, никогда не играл в лиге военных кланов. И я так понимаю, что 10 уровень набил благодаря тому, что участвовал в клановых играх постоянно, потому что ВК как раз таки дают опыт, благодаря которому будет качаться клан. Но согласитесь, весьма своеобразный такой метод для повышения уровня клана и вообще для его прокачки. В этом клане на текущий момент 7 аккаунтов. Глава клана имеет ник ESLadmin2, то есть уже такой очень интересный ник. Это ТХ-12 и при этом обратите внимание, что у него 0 звезд на КВ. То есть, 2012 ТХ он ни разу не атаковал в клановых воинах, в ЛВК и самое главное, он даже в глобал не ходил. У него ачивка в игре 25 боев вообще не выполнена. То есть, поднял он кубки только благодаря дефу своей базы. А если тебе нравятся стратегии и космос, то ты должен попробовать игру Galaxy Control 3D. Качай базу, улучшай войска, захватывай астероиды и стань лучшим завоевателем. В игре отличная 3D графика и простой интерфейс, а ссылку на игру ты найдешь в описании к этому видео. Переходи и нажимай на кнопку Install для мгновенной установки. А теперь давайте взглянем на игрока под шестым номером с ником RubenX и сразу же посмотрим на скины, которые у него сейчас надеты на героев. Просто посмотрите на это. Новый скин на Хранителя уже в игре, то есть уже в самом Clash of Clans. А сейчас на минуточку, вообще-то не октябрь, а 26 сентября. Вопрос, как это возможно? Ответа на него у меня нет. Если вы знаете, то пишите в комментариях. А на текущий момент действительно этот игрок имеет новый скин, в который он уже одел своего Хранителя. И посмотрите, как этот скин будет выглядеть в игре. Хранитель сейчас отдыхает, он присел на свой пьедестал и в одной руке держит посох, на которой сидит попугай или тукан. Не знаю, кто именно, потому что мне кажется, для попугая клюв достаточно большой, хотя, возможно, я ошибаюсь, и если что, то поправьте меня в комментариях. И еще раз показываю то, что в профиле действительно отражается новый скин. И, честно говоря, если бы этот игрок был такой один, это бы, возможно, было менее странно, но таких игроков в этом клане несколько. Как у них получилось добыть этот скин, который еще не вышел, я не знаю и не могу понять. И это было бы не странно, если бы я показывала вам приватный сервер, но нет, это самый настоящий Clash of Clans в оригинале. И в описании к этому видео я обязательно оставлю теги на этих игроков. Вы сможете скопировать тег и сами посмотреть на этого игрока в игре. И если у вас есть какие-то идеи, как это вообще могло произойти, то обязательно тоже напишите в комментарии. А вот у этого игрока с ником Джозе есть тоже этот скин на хранителя, и здесь хранитель активен, и вы видите, что он вот так вот красиво перемещается по карте. В целом, на самом деле, скин очень действительно своеобразный, очень интересный, красивый, но, опять же, это просто не идет в сочетание с тем, что я ожидала. Потому что в октябре нас ждет с вами Хэллоуин, и я ждала чего-то хэллоуинского. Если мы вспомним, то в прошлом октябре 2019 года на Хэллоуин разрабы добавили скин на короля, король скелетов, который прям очень классно зашел в эту хэллоуинскую тематику. Но вот такой вот скин, не знаю, хранителя пирата с попугаем или стуканом, мне кажется, вообще не подходит к Хэллоуину. Хотя сам по себе скин прикольный, и было бы круто увидеть его, например, летом, ну или же весной, но никак не в октябре, когда ожидаешь Хэллоуин. И вот еще один игрок, у которого тоже есть этот скин, он здесь также находится на отдыхе, имею ввиду хранитель, отдыхает и присел на свой пьедестал. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно, как вообще можно было получить скин, которого еще нет в игре, который вообще еще не доступен. Причем, опять же, повторюсь, в оригинальном Клэше, а не на каком-то приватном сервере, я не знаю, как это может происходить. Но, тем не менее, факт остается фактом, у некоторых игроков из этого клана есть этот скин, возможно, существуют и другие игроки в других кланах, и если вы тоже знаете, то напишите об этом в комментариях. И больше всего мне, наверное, хотелось бы посмотреть на тех людей, на которых атакуют эти игроки, потому что я представляю их удивление, когда они понимают, что ну нету, нет такого скина на хранителе, и откуда вообще взялся этот скин. Вот еще раз показываю все доступные скины, которые вообще были в золотых пропусках Clash of Clans на хранителя, и их всего лишь 5 штук. И да, я думаю, что те, на кого атакуют эти ребята, явно в шоке от всего происходящего. Кстати, напишите также в комментариях, понравился ли вам новый скин, зашел ли он вам, будете ли вы покупать золотой пропуск ради этого скина, или же вообще не понравился. Ну а прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. DM Лакомка, DM Варгу Супер и DM Вова Черненко. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Милый, ты кричал во сне, говорит девушка на утро парню. Он задумывается и отвечает ей, да не, просто кошмар приснился. А ведь на самом деле он начал атаку на КВ, у него вырубили интернет, а в итоге счет-то 28-29, потому что атака у него вся слилась и вот никому такое не желаю. Но авторы комментария, наоборот, поздравляю, с победой присылай, пожалуйста, номер своего киви или карты под свой коммент. Получаешь от меня при 75 рублей, а мы движемся дальше. Этот мем будет очень простым. Есть, значит, бумажка, на бумажке что-то написано, и это же бесполезно. Что может быть бесполезно в мире Clash of Clans? Пишите свои идеи в комментариях. Автор самого классного коммента получит от меня при 75 рублей на свой киви или карту. А итоги мы подойдем уже в следующем выпуске по Clash of Clans. Поэтому не забывай подписываться на канал, прожимать колокольчик и ставить лайк на это видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!